У нас из Якутска прибыл на ремонт блок управления Тахатсу-30. Беда с ним случилась у хозяина, которого, к сожалению, уже нет. Но его купил его хороший знакомый. В итоге двигатель долгое время был без движения. Ну вот, сейчас сделано вскрытие. Можно сказать, локально и с этой стороны полноценно изолит уже вот так вот. Готов, можно сказать, к эксплуатации. И сейчас мы его восстановим и посмотрим его в работе. Этот модуль прислал Михаил. Вот, кстати, да, двигатель из Хакасии еще пока здесь. И, соответственно, мы его готовим к отправке. Уже все собрано. Вот. На нем проверим этот модуль. Значит, блок управления. Что с ним случилось вкратце? Ну, почему это происходит? Чтобы было понятно. Опять же, это не происходит по причине плохого качества элементов, деталей двигателей. Двигатель прекрасный. Двигатель надежный. Вот. Ходит безупречно. Он не любит, когда к нему относятся как к москвичу. Вот. И как к запорожцам. Ну вот. Нельзя здесь применять эти теоремы из прошлого. Вот. Значит, момент такой. Модуль работал прекрасно, пока люди не отдали. Пока люди не отдали этот двигатель. Что-то там делали они с поршнями или что-то смотрели. Ну, в общем, отдали творческому человеку, понимающему в этом вопросе. Что этот человек делает? Разбирает, снимает стартер. Что-то там делает. Да? Со слов хозяина этого двигателя, который там, в Якутске. Что делает? Снимает сетик. Откручивает вот эти вот проводочки. Делает необходимую механическую работу. И, значит, потом собирает. А так как фотография не сделана. Он проводок, который от блока управления, тонкий, приходящий сюда. Открученный. Вот когда-то он стоял здесь. Он его открутил. Начинает массу сажать. Начинает сажать плюсик. Идущий. Вот отсюда. Вот. На стартер. Это реле. Вот. Реле, который вот так замыкает. Этот плюс вот с этим. В момент поворота ключа. Вот. И человек вместо того, чтобы посадить провод черный, тонкий, идущий от модуля управления. Посадить его сюда. Он его сажает сюда. Догадываетесь, что происходит? В момент, когда мы хотим завести отсюда. Да все прекрасно. У нас реле не скоммутировано. Со шморгулки мы дергаем. А сопротивление очень низкое. То есть это сопротивление нулевое практически. И через обмотку стартера идет на корпус. Соответственно, масса сидит на корпусе. Не вызывая никаких проблем. Масса блока управления. Далее. Дергаем. У него уже практически гвоздь. У него на массу. Через его обмотку. Соответственно, все работает. Все прекрасно. А когда ставим аккумулятор? Ну, те, кто в теме поймут. Ставим аккумулятор. Поворачиваем ключ. Плюсик отсюда попадает сюда. Идет сюда. Раскручивается механизм. Маховик. И в этот момент, вместо того, чтобы отрицательный вывод был подключен на массу, на нем присутствует напряжение аккумулятора. Плюс. И, соответственно, на модуле горят пины. Пины горят в разъеме. Хорошо так горят. Если мы посмотрим, это у нас... Так, так, так. Это вот у нас как раз в этом вот варианте. Седьмой пин. От угла считать. Вот так, по порядку. Седьмой пин. Он выжигает как... В общем, что и произошло здесь. Он выгорел в ноль. До таловых, скажем так, как говорится. И всё. Дальше это называется переполюсовка. Дальше наступает момент, когда вышибает катушки. То есть, вот после такой ситуации здесь, получается плюс на минус дает плюс. У нас взрываются катушки, лопаются. Так устроена эта система, что она не любит глупостей. Именно глупостей поправлюсь. Многие задают вопрос. А что же происходит, что часто так? Да вот происходит то, что... Всем кажется, что... Сейчас мы вот эту перемычечку бросим. Или там не запомним, а там вот так вот подключим. Не надо так думать. Надо аргументированно делать фотографии. Если разбираете, если хотите, чтобы техника жила, не думайте, что это очень простая техника. Вот. Ну, в общем, что... Разорвало две катушки. Прямо именно разорвало. Модуль выгорел конкретно, потому что, ну, человек, который его приобрел, который прислал мне его Михаил. Миша, тебе привет. С берегов Волги. Якутск. Якутск хорошее место, где есть очень вежливые, корректные, воспитанные люди. Кстати, общаясь, я просто могу сказать, как хорошо, что вот где-то в отдалённых местах сохранилось то правильное общение, та культура, которую они не забывают, передают детям. Я это прочувствовал. Но это отдельно. Не будем об этом. Вот. Просто выражаю благодарность, что есть такое. Далее. Мы, значит, после такого вот момента, мы получаем разорванные катушки, соответственно, убитый блок. Так уж устроено. Не задумывайтесь глубоко. Те, кто не в теме, не поймут и не надо, может быть. Просто знайте. Если переполюсовку совершили, меняйте сразу катушки. Не вздумайте поставить с соседнего двигателя блок, если там у вас взорваны катушки после переполюсовки. Вы ставите сюда исправный блок. Катушки не заменили. У вас новый поставленный блок. Приходит негодность. По причине, что катушки уже не катушки, они уже гвоздь. Поэтому не вздумайте так делать. Но в итоге что? Михаил прислал блок. Все заменено. Все полностью восстановлено. Прожжение, хорошее прожжение платы. Выжигание пинов. Убивание каскадов схемы. И вот такая сейчас заливка. Все готово. Пробуем. Пробуем заводить. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Так. Вот. Значит, работает все три цилиндра как положено. Значит, убитые все каскады восстановлены. Отрицательный вывод восстановлен, который был выжжен, и соседние пины тоже. пострадали в общем все приведено состояние рабочие и можно ставить на двигатель якутску привет с берегов волги поправляйся еще раз да молодцы стремитесь к чему-то что можно восстановить что можно сделать своими руками мы создаем завтрашний день в нем есть все когда мы живем когда мало что-то верим к чему-то стремимся и наши знания наши потери знаний зависит только от нас а не от соседей вот михаил это лично для тебя ты просил я снимаю но немножко сумбурно но так вышло это все опять же происходит в том же месте так ну так от 130 весна сегодня не солнечный день ну замечательная погода уже какая-то значит положительная температура вода не замерзшие вот значит ну мы еще попробуем сделать запуск работает ровно михаил все значит руки у тебя на месте знаю видел твои образцы самодельных примочек для тракторов у вас там где морозы это просто необходимо и можно так сказать на своем месте человек имеет хорошие знания имеет хорошую культуру и соответственно стремится восстановить технику которая от ушедшего человека досталось ему человек к сожалению уже нет светлая память и он завершает этот момент в памяти об этом человеке он этот двигатель восстанавливает в общем все готово модуль поедет к тебе а видео будет опубликовано всех благ еще раз тепла тепла ребят самое главное стремитесь хорошему развиваете в себе какие-то качества которые будут для кого-то примером дай бог чтоб так было